Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейщий Ди, и в истории было всего лишь 4 таких сигнала. И каждый раз после них мы видели огромный взрывной рост альткоинов. И это Золотой Крест. Следующий произойдет уже в ближайшие 12 дней, а значит самый большой сезон альткоинов в истории уже не за горами. Это то, чего мы ожидали с 2021, и сейчас я уже точно могу сказать, что оставшееся время истечет быстро. В этом видео я расскажу тебе обо всех ключевых трендах, которые связаны с биткоином и альткоинами, о которых тебе следует знать. На прошлом видео мы набрали колоссальные 5000 лайков, давай попробуем не подкачать и на этом. Большое спасибо. Это совокупный приток денег в спотовые биткоин-ИТФы. В прошлом, как правило, когда на рынке поступало много ликвидности, часть ее перетекала в ИТФы. Особенно популярным направлением для капитала был Золотой ИТФ. Золото, однако, как видно из этого графика, с момента запуска спотовых биткоин-ИТФов начинает сдавать позиции. Деньги даже перетекают из золотых ИТФов в биткоин-ИТФы. Это чрезвычайно интересно, потому что вот эта фаза бычьего рынка по большей части определялась розничными инвесторами из категории умных денег, которые знали о запуске биткоин-ИТФа наперед. Однако сейчас все совершенно иначе. Эта фаза рынка явно движется институциональными деньгами. И именно эти институциональные деньги сейчас и накачивали рынок. Что самое интересное, многие из медведей все еще сидят в стороне. Они ждут большой коррекции на криптовалютном рынке. Да, в какой-то момент она произойдет, но не тогда, когда ее ожидает большинство. И я думаю, что значительная коррекция может произойти тогда, когда биткоин приблизится к прошлому историческому пику. Под значительной коррекцией я имею в виду падение вплоть на 40%. Однако я всегда корректирую свои цели на 25%. Учитывая, что предыдущий пик был 69 тысяч долларов, 75% от этого числа составляет около 52 тысяч долларов. Посмотри на это. Это рыночная капитализация криптовалют без учета биткоина. На двухнедельном графике ты можешь заметить, что приближается золотой крест. То есть пересечение двух скользящих с периодом 50 и 100. Это уже происходило в 2020 году. В 2016 году. И каждый раз после этого рыночная капитализация альткоинов безумно взрывалась. И сейчас мы на пороге этого же пересечения. Остались буквально считанные недели. Вот почему я говорил, что время быстро истекает. Но разве у нас не было времени, чтобы накапливать альту? Было и предостаточно. Теперь наступает время зарабатывать прибыль, а не накапливать монеты. Я думаю, что 2020 год является хорошим индикатором того, чего мы можем ожидать от будущего. Перед золотым крестом мы видели вот этот резкий дамп цены. Это был черный лебедь. А затем уже произошел большой рост рынка альткоинов. По моему мнению, этот откат может наступить тогда, когда все люди, которые опоздали на недавний рост, наконец-то позволят себе зайти в рынок, осознав, что они пропускают этот автобус. И вот тогда будет коррекция. И да, прямо сейчас ты слышишь катастрофические новости про экономику. Давай подумаем, в чем заключается твоя роль в их глазах на этом рынке в качестве розничного инвестора. Сейчас будет грубо и обидно, но это суровая правда. Ты должен обеспечивать ликвидность для больших денег. Вот и вся твоя роль в их глазах, с их точки зрения. Это означает, что они, по сути, создали систему, в которой ты всегда панически продаешь на дне и всегда покупаешь практически на пике, потому что тобой манипулируют. Поэтому сейчас мы видим множество пугающих новостей о том, что это самое ужасное время для покупки, для входа в рынок, экономики умирают, Япония в рецессии, Великобритания в депрессии, вторая волна инфляции грядет в США, глобальная экономика катится в рецессию и так далее. Действительно, глобальная депрессия когда-нибудь допридет. Но если ты посмотришь на это, это график цен на жилье, то увидишь, что эти циклы повторяются каждые 20 с чем-то лет или около того. 1961, 81, 2001 и 2020. И это говорит нам о том, что назревает очень сильная фаза рынка, в которую мы входим прямо сейчас. И длиться она будет примерно до 2025, и это, как правило, снова обусловлено ликвидностью. Деньги возвращаются на рынке сейчас. И теперь я хочу сказать то, что другие сказать боятся. На этот раз все по-другому, все иначе. Ведь на этот раз в игру вступил спотовый биткоин ETF. Мы уже видели, как биткоины скупались на миллиарды и миллиарды долларов такими крупными организациями, как BlackRock, Fidelity и так далее. Именно поэтому мы видим февраль совсем не таким, каким он был в прошлом. Именно поэтому мы опередили предыдущие циклы и преодолели уровень 618 по Фибоначчи до халвинга. Мы видим, что в прошлом цена биткоина в феврале откатывалась и откатывалась значительно. Так было каждый год до этого года. На этот раз этого отката еще не было. Хотя время до конца месяца еще есть. И здесь я хочу показать тебе очень интересную диаграмму, которая говорит нам кое-что. Впервые за более чем один год произошел значительный сдвиг в сторону понижения позиций долгосрочных держателей биткоина. То есть они избавляются от биткоинов. Пересечение вот этой линии в 50 тысяч происходило только в трех случаях. Либо это дно цикла, как было в декабре 2018 и ноябре 2022, что уже не подходит. Либо это вершина середины цикла, мид-топ. Мы видели это, например, в июне 2019. Это вполне вероятный сценарий и для 2024. Либо же третий исход, начало или конец параболического бычьего рынка. Что происходило чаще всего. Однако параболического бычьего рынка мы еще не наблюдали. Сейчас мы видим этот сигнал снова. И поэтому у нас остается только две возможные возможности. Либо это вершина середины этого цикла, либо преддверие параболического бычьего рынка. Если это будет парабола, то все старые тайминги цикла будут полностью нарушены. Впрочем, мы уже и так их нарушили. Ведь биткоин никогда в прошлых циклах не пересекал уровень 618 пофиба до халвинга. Но в этом цикле он уже это сделал. Итак, долгосрочные держатели впервые за долгое время начали выходить из биткоина. И поэтому на это стоит обратить свое внимание. Напиши в комментариях, что по-твоему это значит, что мы достигли вершины середины цикла, или же нас ожидает параболическое движение цены биткоина. Вплоть до новых исторических пиков. Почему на этот раз в феврале до сих пор не наблюдалось значительной коррекции? Я думаю, что это из-за спотового биткоин ETF. Потому что приток денег в него действительно поддерживает цену биткоина. Теперь про альткоины, которые очевидно ожидают своего звездного часа. Так куда же я направлю свои усилия и внимание прямо сейчас? Для начала нам нужно понять немного конкретнее, куда сейчас стекут деньги на этом рынке. Здесь есть несколько монет, которые набирают обороты по разным причинам. Например, монета WorldCoin выросла на 42%, что весьма впечатляет. HBAR наконец-то что-то начинает делать. ECASH растет, GELIUM и так далее. ECASH последние несколько недель просто взрывается. Я до сих пор жалею, что так и не успел записать видеоролик, сценарий для которого у меня лежал уже 4 недели. Сейчас уже будет поздно. С ростом таких ИИ продуктов, как ChatGPT и GEMINI мы видим массивный спрос на искусственный интеллект. Но прежде всего в криптовалютах наибольшим спросом пользуется инфраструктура, которая поддерживает ИИ. Потому что это традиционные рынки уже построены так, чтобы справиться с этим ростом. И выходить за пределы существующей там инфраструктуры невероятно дорого. Приходится покупать дополнительные вычислительные мощности, дополнительные сервера, хранилища, данных и так далее. Это вынуждает людей переходить на блокчейн. И поэтому облачные вычислительные сервисы переживают настоящий бум. Поэтому мы видим рост GELIUM или того же Render Token, который и предлагает облачные услуги, вычислений и рендера. Так что давай немного увеличим масштаб, чтобы понять, что мы действительно набираем силу в этой отрасли сейчас. Вот здесь мы кликнем на топ 100 и мы видим в лидерах роста ИИ проекты Ajax, Ocean тоже ИИ проект, YASMI, Fetch и многие другие. Я не игнорирую другие проекты, которые взрываются за последние 30 дней. Нет. Дело в том, что они растут сами по себе, а не вместе с отдельным сектором криптовалют. Что я хочу сделать, это найти будущий горячий нарратив и подтверждение в настоящем тому, что он начинает разогреваться. Например, в случае с искусственным интеллектом мы должны увидеть начало движения в токенах облачных вычислений, облачных хранилищ, DPN и так далее. Кликаем топ 200 и здесь мы видим флакс, нумера и несколько других. Совершенно очевидно, что искусственный интеллект будет иметь очень сильные позиции в криптовалюте на протяжении следующих 12 месяцев и дальше. Но это не значит, что нет других проектов и других отраслей, которые тоже будут себя хорошо показывать. Но я хочу сосредоточиться на этой отрасли в частности, потому что она интересует меня по причине, которую ты видишь у себя на экране. Лучше зайди в новостной телеграм по ссылке в описании, скачай эту схему и сохрани ее себе. Многие люди не совсем понимают, что такое ИИ-токены. Сложилось мнение, что это просто скам, который хайпует на популярном тренде. И на 95% так оно и есть. Большинство из этих монет упадет до нуля, пусть даже перед этим не показав взрывной рост. Однако сейчас ты узнаешь много нового. Это цепочка поставок искусственного интеллекта, так сказать, от производителя до потребителя. Пойми, ИИ это невероятно требовательная вещь. Он также чрезвычайно сложен для понимания. Он настолько сложен, что разъяснить попроще и покороче практически невозможно. Но нам нужно понять конкретно эту цепочку прямо сейчас. Различные платформы и программы рождают спрос на искусственный интеллект. И этот спрос так или иначе, но сталкивается с этой цепочкой, которая основана на криптовалютных проектах из сектора Диапин, децентрализованных сетях физической инфраструктуры. В самом низу в качестве фундамента находится инфраструктурный слой, в котором можно заметить несколько проектов. Конечно, их в разы больше, но они просто-напросто все не влезут на один график. Поэтому это просто примеры некоторых проектов. Инфраструктурные проекты дают, например, вычислительную мощность или место для хранения данных. Далее идет слой промежуточного ПО. Он нужен для соединения, например, этой вычислительной мощи из инфраструктурного слоя с блокчейном. Для доказательства истинности информации используется криптографический метод Zero Knowledge. Простыми словами, этот слой управляет потоком информации от инфраструктурного слоя к платформам ИИ. И уже эти платформы являются теми, на которых затем строятся все эти децентрализованные приложения. Примеры таких ИИ-платформ это Fetch.ie, BitTensor, AutoNolas, Singularity.net. Ты думаешь, окей, это слишком сложно, справедливо, но я пытаюсь разъяснить, что все эти различные элементы очень востребованы в отрасли ИИ, которая развивается быстрее, чем любая другая отрасль сейчас. Просто заметь, насколько быстро она получает пользователей на примере чат GPT по сравнению с другими сферами. Таким образом, наиболее растущая отрасль, которую мы сейчас наблюдаем, это отрасль, связанная с вычислениями общего назначения. Причем не только для ИИ, но и для оказания услуг рендеринга и других подобных мелочей в облаке. Это то, что делает Render Token, Nasana, eCash и другие. И хотя многие из этих проектов уже очень активно растут из-за особенностей фазы рынка, в которой мы находимся, эта отрасль все еще имеет потенциал для еще более значительного роста. Вот, кстати, еще ряд проектов, как инфраструктурных, так и ИИ-платформ из различных услуг. Децентрализованные вычисления или же D-PIN по-прежнему остается самой взрывной темой. Машины обучения тоже заслуживают внимания. В этой сфере, например, GenSyn является очень большим и интересным проектом, который в скором времени будет запущен. Агенты искусственного интеллекта – это будущие спутники в нашем виртуальном и даже физическом мире впоследствии. Тоже очень интересная сфера. Среди них мне нравится Автонолос, но в списке также есть Morpheus, VAIoT, Fetch.ie и другие. Итак, посмотри на потенциал роста, который нас ожидает каждый раз, когда мы наблюдаем это пересечение. Затем вспомни горячие нарративы, тренды, которые только начинают загораться. Выбери альткоины из них. Альткоины с небольшой капитализацией, которые еще не выросли. Вот, например, Acash – очевидный взрыв цены. Естественно, не стоит бежать и покупать эти пики. Лучше подождать коррекцию, либо искать другой похожий, еще не стрельнувший проект. Если тебе интересно, напиши в комментариях и поставь лайк. Если мы наберем хотя бы 4000 лайков, я сниму видео о четырех проектах из области облачных вычислений, которые только-только запускаются. Еще не успели вырасти. На мелких таймфреймах проекты, о которых мы говорили, такие как Flux, например, выглядят слишком выросшими. Кажется, что мы уже опоздали на этот поезд. Но как только мы включим недельный график, то увидим, что многие из этих проектов на длинной дистанции все еще имеют достаточно места для роста. Этот, например, даже из зоны накопления не вышел. Flux, например, стоит 86 центов, но до предыдущих пиков он может дать еще 4 икса. Но я думаю, что сейчас мы находимся на совершенно другом этапе рынка. Я думаю, что многие проекты ИИ и многие проекты, которые его поддерживают, на самом деле уже готовы к огромному бычьему рынку, на котором 4 икса будут просто копейками. Многие люди говорят, что на этом булране особенно заблестает ICP, интернет-компьютер. И скорее всего так и будет, но мне кажется, что все их труды найдут свои плоды не на этом булране, а уже на следующем. Хотя все еще есть области в Депине, в которых ICP по-прежнему интересен. Если ты видишь такие проекты, как E-Cash, которые делают конкретные вещи и уже сильно выросли, убедись, что сила тренда в отрасли соответствует росту отдельной монеты из нее. Начни искать проекты, похожие на E-Cash, которые еще не выросли. Например, R-Viv, децентрализованное хранилище. Точно то же самое, что и E-Cash. Все еще особо не вырос. Файл Коин, тоже децентрализованное хранилище, но перспективы гораздо более захватывающие, чем у R-Viv, вообще особого роста не показал. Мы всего лишь только что прорвали этот нисходящий тренд и повторно тестируем его уже на предмет поддержки. Если этот ретест будет успешен, Файл Коин ожидает поход вверх. Итак, хотя многое из того, о чем я говорю, звучит очень сложно, вот на чем тебе стоит сосредоточить свое внимание прямо сейчас. Ты должен рассмотреть более широкий спектр различных монет, чтобы затем среди них разглядеть ключевые тренды, на которые следует обратить внимание прямо сейчас. Я думаю, довольно очевидно, что затем в этих ключевых трендах тебе стоит найти несколько монет, которые уже сильно выросли. После чего ты ищешь аналоги, вторичные монеты из того же тренда, той же отрасли и того же нарратива, но которые еще не выросли. Еще один пример этого. В декабре мы видели, как взорвался Бонг, мемкоин на Солане. Это означало, что мемкоины снова начинали свой поход вверх. И вот подтверждение. Всего несколько недель спустя мы увидели взрыв этой мемной криптовалюты. Так что следуй за нарративом, но делай это с умом. Не покупай на пиках, ищи подтвержденные выходы из зон накопления. Сейчас я постараюсь делать видеоролики очень часто, потому что события развиваются стремительно, и я просто-напросто не успеваю дать всю необходимую информацию вовремя, хотя и очень стараюсь. К сожалению, я просто-напросто не успел записать то самое видео про гелиуми и кэш до того, как они выросли. Но я постараюсь это исправить, хотя у меня сейчас даже интернета нет, но я найду способ. Поэтому подпишись, нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и мы с тобой увидимся совсем скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok